Слава и хвала и благодарение нашему Господу, возлюбленные братья и сестры. Это прекрасное время, удивительное время. Как-то мы не договаривались, но утром сегодня, когда по замене я дежурил, там тоже и такую тему всему свое время. Удивительно. Ну как-то вот приходят такие, мы не договариваемся, но тема возникает одна и та же. И когда слушал тоже Игоря Петровича сегодня, тоже параллельно были эти мысли, вот именно размышления о сегодняшнем дне, очень важное размышление. И знаете, и слова песни звучат действительно о днях этих. И короткое слово, которое сегодня хочу перед молитвой сказать, так и называется, молитвы Давида. Я буду читать из книги «Псалтирь» несколько псалмов, и будем размышлять на тему, как Давид, уповая на Господа, проходил свой земной путь. И интересно, это недавно мне рассказали историю, один дедушка, верующий, с внуками, захотел сделать велосипедную прогулку такую, сел, они так обрадовались, дедушка говорит, только с одним условием, по лужам не ехать. Я еду, и вы едете за мной, и по лужам не ехать. Вот таким условием, все, да, конечно, поедем все. И дедушка поехал, объезжая все лужи, а они строго все по лужам, только по лужам, а один даже и остановился прямо в луже. Ну вот, казалось бы, договоренность, говорится, была, но они все дружно нарушили и не послушались дедушку и поехали по лужам. И как-то вот этот пример мне навел тоже размышление, что да, вот нам дан пример, мы приходим сюда, слышим прекрасные слова проповедей, и мы слышим прекрасные примеры библейских служений, но послушны ли мы, следуем ли мы этим путем, как Иисус Христос указывает нам, или мы, как эти непослушные дети, соглашаемся, а потом идем по лужам, где-то вымазываемся, где-то теряем, где-то получаем урон. И очень важное, серьезное размышление, потому что мы все, как дети для Господа, братья и сестры, мы все Его дети, и Он хочет нас спасать, но для этого нужно послушание нужно. И вот одним из важнейших рычагов, как бы, знаете, может быть, это слово употребляю, важнейших рычагов, которые приводят послушание, именно сердечному послушанию, это то Слово Божие, которое мы с вами имеем каждый день на своих столах и читаем Библию, и насыщаемся от Его источника, братья и сестры. Это очень важное понимание, потому что Господь, как сказал, Он так и сделает. Божественный принцип, Он не меняется, как не меняется сам Господь. Вот эта духовная сфера, вот эта высота, которая открыта Господом для нас, чтобы нам взойти на эту высоту и иметь эти размышления в нашей жизни, братья и сестры, потому что Бог неизменный Бог. Если написано, что воскресит всех, значит воскресит, братья и сестры. Пример воскресения Иисус Христос уже дал нам, каждому из нас. На Пасху мы все говорим, Христос воскрес, отвечаем, воистину воскрес. И Господь ученикам говорит, что воскреснут, ученики не понимают еще. Потом, когда, да, а Он же говорил, да. А потом Он еще говорил, что и все воскреснут, и воскрешут, и воскресят, все люди восстанут, и море отдало, мы в откровении читаем, и море отдало мертвых, и земля отдала мертвых. Все придет в движение, братья и сестры. То есть, с одной стороны, да, приходя сюда, мы напаяемся Словом Божьим, но это как бы заставляет меня иметь некоторое внутреннее напряжение. Почему? Впереди воскресение, братья и сестры. Если мы в живых не застанем Господа, то воскресение всех нас застанет. Хочу ли это понимать или не хочу ли это понимать? Или это высота для меня сейчас пока еще недоступна в моих размышлениях? Но так будет, потому что так написано. Ученики говорили, а Он говорил потом, когда уже Иисуса Христа, а Он говорил, вспоминали, Дух Святой напоминал им. Сегодня тоже напоминалось об этом. Какое напоминание было для нас? 24 глава. Они спрашивали, что будет? Иисус Христос им ясно сказал, что будет. У Господа ведение, Он знает, что будет, братья и сестры. Мы все озабочены в той или иной мере, что с нами будет. Что будет с нашими детьми, с нашими внуками. Мы молимся и правильно делаем, что молимся, потому что у Него будущность. Пока маленький, я его вожу за руку, мы с ним ездим. Пока подросток, мы еще наблюдаем все. Но потом он пошел, он уехал. Он уехал на учебу, все. И я уже не могу его вести, я не могу порой. И уже в более корректной форме, чтобы направлять его в нужное русло. Божье русло. Русло Святого Духа. Но молитвы, 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 постоянные молитвы, которые совершаются в церкви, братья и сестры. Это является руководством для жизни наших детей, наших внуков, нашей жизни. Почему? Потому что они согласовываются с небом. Я хочу прочитать 60-й псалом и 61-й псалом Давида. Очень важно это. Очень важное понимание. Как-то читал я и как-то открылась по-особому. Это псалом 60-й. Начальник ухора на струнном орудии, псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Ибо Ты, прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Что это за скала, братья и сестры? Что это за скала? Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. То есть есть некоторые обстоятельства в жизни, которые человек не может преодолеть, братья и сестры. Я думаю, что у каждого из нас были такие немощи, были такие слабости, были такие, говорится, восстания или какие-то еще, когда мы, ну не можешь, по-человечески не решу, не могу, Господи. Ясно понимаю, но не могу по-человечески это воспринять и даже умом осмыслить не могу, Господи. И Давид молится, «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Удивительное слово, братья и сестры. Он просит Господа. И потом, помните, когда Саул говорит, и дело сделаешь, и преодолеть преодолеешь. Превозмочь превозможешь. Как удавалось Давиду превозмочь это желание. Вот дам, было пророческое слово, вот дам тебе твоего врага, который преследует тебя, и сделаешь с ним, что захочешь. И друзья говорят, дай, вот мечом не поражу, компьем не повторю удара, все, ты сразу царем станешь и все. И все. Господь дал силы Давиду преодолеть это, братья и сестры. Не просто было ему убегать, не просто было ему каждый раз рисковать жизнью. Он понимал, что жизнь его висит на волоске. Где было искать защиту ему? Прочитаю еще некоторые отрывки тоже псалмов, братья и сестры. Посмотрите, как написано, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага, да живу я вечно в жилище твоем, и покоюсь под кровом крыл твоих. О чем говорит Давид? Да живу я вечно в жилище твоем. Представляете? У Давида было понимание о вечности. Откуда это было понимание, братья и сестры? Закон Божий лежал перед его лицом, и он постоянно, постоянно упражнялся в этом слове, слове Божьим, братья и сестры. Очень интересное место тоже. Смотрите, седьмой стих. Приложи дни ко дням царя, летай его, продли в рот и рот. Он уже был царем, пишет, когда он был царем. Очень важное понимание, братья и сестры, потому что о нас тоже говорится, вы царственное священство, народ, взятый в удел. В чем же наше царство, братья и сестры? В той будущности, которую приготовил Господь для любящих его, братья и сестры. Это очень важное понимание, открывает Слово Божье, именно о той любви. И Господь напоминает в послании семи церквям, помните, и ты это делал, и ты это делал, и то в тебе хорошо, и это хорошо, но имею против тебя. Что имею против тебя? Что ты оставил первую любовь твою, братья и сестры. Оставил первую любовь. Почему Господь так уделяет на это внимание? Я прочитаю из второго послания фессалоникийцам небольшой отрывок. Он сегодня звучал, эта мысль, чтобы берегитесь, чтобы вас никто не обольстил. Из-за кафедры сегодня звучало это слово. Иисус Христос предупреждал, берегитесь, чтобы вас не обольстил никто. Вот смотрите, третий стих второй главы. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускается открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды удерживающих. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего». Победа за Господом. Мы не можем сомневаться в этом, братья и сестры, это так. Но Господь нас предупреждает, как и учеников предупреждал. Помните, когда они говорят, не могли ли вы час бодрствовать, не могли ли вы молиться, чтобы не впасть, потому что плод немощно, дух бодр. Что происходит? Наш дух получает силу, когда мы через молитву вопием к Господу. И вот интересное, что обращает. «Того и убьет беззаконника, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными». И вот дальше через апостола Павла Господь предупреждает, как же нам различить это, чтобы не впасть в искушение, чтобы не впасть в обольщение. Очень важные строчки. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Любовь истины. Истина – это Иисус Христос. Он сам себе говорит, я есть путь, истина и жизнь. Истина – Слово Божьего. Именно так, как Господь это преподносит. Очень хорошо Слово Божье, оно имеет такую силу и власть, оно само себя толкует. То, что нам непонятно, и что, когда мы внимательно исследуем Слово Божье, оно само открывает нам. Это самодостаточная книга. Кто-то сказал, один из проповедников, что когда я читаю Библию, Библия читает меня. И это внутреннее действие, которое совершается внимательно, когда мы начинаем видеть себя со стороны именно Божьими глазами. Это очень важно, крайне важно. Потому что есть дух обольщения. Почему апостолу Павлу было дано жало вплоть, братья и сестры? Чтобы не превозносился, не возгордился. Есть опасность на любом уровне. На любом духовном уровне, духовного возраста есть опасность, братья и сестры. И Господь предупреждает нас в этом. Для чего? Чтобы мы возлюбили истину. Вот эта любовь к истине, оно как на автомате. Знаете, есть автомат Калашникова, я когда стрелял, там есть, как он называется, предохранитель. Если ты случайно нажмешь курок, он не сработает, потому что предохранитель совершает это действие. Если у тебя есть вот этот духовный предохранитель для того, чтобы не возгордиться, не напитаться этим сладким ядом гордости, который как-то меня преподносит и как-то отделяет, я уже начинаю превозноситься, и что это происходит совершенно незаметно. Посмотрите, какие откровения апостол Павел имел. Посмотрите. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам об этом? Павлу было открыто, что будет вот через эти времена, большие сроки. Он имел такие сильные откровения, братья и сестры. Это очень серьезно. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть, любовь истины, любовь Слова Божьего, как мы говорим тоже, Слово Божье равно Бог. Любить Слово Божье, исполнять его, это то же самое, что быть послушанием Богу. Это высшее признание, которое Господь хочет иметь от каждого из нас. Чем я докажу свою любовь? Вот написано, послушанием истины, то, что я люблю Господа, я слушаю Его Слово. Это и есть любовь к Богу, братья и сестры. Если это постоянное мое упражнение, не только когда мы, я уже повторялся об этом, не только когда мы здесь в общении, здесь когда в большом собрании, но когда я дома, когда я встаю дома и когда вечером ложусь дома, у меня тоже есть это благоприятное время, чтобы уединиться с Господом еще и еще раз. Это сладко, это приятно. Исследовать Слово Божье, что оно говорит мне, видеть самого себя в свете Слова Божьего. Для чего? Чтобы не заблудиться, чтобы не уйти куда-то в сторону, никакого обольщения этого мира не принять. Братья и сестры, на все вопросы, которые возникают, вы знаете о том, что в течение дня у нас посещают около 10 тысяч мыслей в нашей голове. А кто-то из статистик говорит, и 23 тысячи мыслей в нашей голове. Представляете, какой поток информации мы можем вмещать, и что это проходит за нас. И если все это исследовать, если на все это искать ответы и получать правильное водительство, как в этом, это очень занимает очень много времени, братья и сестры. Наш ум порой свободен, там руки работают еще, и ум может совершать эту деятельность, мыслительную нашу деятельность. И очень важно, братья и сестры, именно определиться. Почему важно? Смотрите, один из стих. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Как же отличить неправду от лжи, неправду от истины, ложь от истины? Как различить? В чем есть это развлечение, братья и сестры? И на этот вопрос мы получаем ответ из Слова Божьего. Потому что истина, путь истина и жизнь – это сам Христос. И Божье руководство, которое дано нам, как ответ на этот вопрос, чтобы Господом управляться, Господом иметь направление в нашей жизни. Возьмите ученики, просят Иисуса Христа, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Простая молитва, Отче наш, мы все ее прекрасно знаем, братья и сестры. Мы все молимся каждый день. Но если внимательно начинать исследовать Слово, даже первое Слово – Отче наш. У каждого из нас есть Небесный наш Отец, братья и сестры. Он настолько близок к нам, он настолько к нам дает руководство свое. И настолько близко к нам. Я помню, рассказывал тоже один служитель, попал в неизвестную местность, в чужой город приехал, темно, никого нету, и одиночество так окутало его. И он не знал, что делать, не знает, кому позвонить, куда пойти. И в таком как бы отчаянном положении он просто идет по улице от одного дома к другому, потому что уже спать легли все, и темно. И он начинает просто говорить – Отец, Отец, Отец. Вот вся молитва была – просто Отец, Отец. И он почувствовал Божье присутствие. Он почувствовал, как Божья любовь пришла к нему и согрела его сердце. И он почувствовал это наполнение, которое он не один, что он не один. Простые слова – Отец. Вот эта молитва отчаянная – Отец, Отец, я нуждаюсь. Вся молитва в чем? Отец, я нуждаюсь в тебе. Отец, я ищу тебя. Отец, помоги мне разобраться в этих обстоятельствах. Он только одно слово говорил, но оно вмещало все эти вопросы его, которые внутри его звучали, братья и сестры. Насколько важно вот это понимание, но для этого нужно время, братья и сестры. Поймите, почему я говорю сейчас это слово, для того, чтобы настроить нас на молитву и на то, чтобы было каждого из нас. Это личное время для личной молитвы, уединенной для утреннего и вечернего времени, братья и сестры. Пускай может даже не долго временного, возможно, мы час не сможем проводить, возможно, какие-то наши еще, но собраться с семьей, у кого детки, у кого собраться с женой вместе, вечером, утром провести это время перед Господом, чтобы получить это внутреннее удовлетворение еще и еще с Господи. Понимаете, оставили его. Почему, говорит, послал духа заблуждения? Потому что оставили Господа. Лже богам пошли поклоняться. Ой, некогда, ай туда, а у меня такие, такие дела все. А когда посмотришь внутренние мотивы, почему отвлекает и все? Там гордость лежит. Гонится за эти миры, гонится за моды, хочется еще, еще, еще. А это все время, 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 время. А где взять это время потом для молитвы? Братья и сестры, очень серьезное время сейчас. Мы не сможем вместить весь мир. Широкий путь не вместяется, не вмещать никак. Нет, невозможно это. Поймите, братья и сестры, насколько все серьезно. И все предупреждают, что очень скоро все поменяется. Я говорю это прежде всего для самому себя. И в заключении хочется привести несколько строчек. Будем молиться. Это наставление апостола Павла, которое наставил для церкви фессалоникской. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, 14 стиха. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся, братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова